Животные Африки Слон Африканские слоны – самые большие сухопутные животные, не только в Африке, но и во всем мире. Они потрясают своим внешним видом. У них большая голова, удивительно широкие уши и длинный, подвижный нос, называемый хоботом. Слоны очень ловко управляют хоботом, он заменяет им руки. С помощью хобота они берут еду, набирают из водоема воду для питья и помогают слонятам. По обеим сторонам от хобота у африканского слона есть бивни. Бивни – это очень большие клыки. Бивни помогают африканским слонам защищаться от хищников. Слоны очень любят купаться, некоторые даже умеют нырять. Высунут из воды кончик хобота, как дыхательную трубку, и плывут себе под водой. Лев Одним из самых больших и необычных животных на Земле по праву считается лев. Еще древние люди называли его царем или королем всех животных. Львы относятся к семейству кошачьих, то есть, они и кошки в далеком прошлом были родственниками. Каждая львиная семья называется прайдом. В таких группах действуют свои правила, и существует вожак. Чужих львов здесь выгоняют и строго оберегают свою территорию. У львов, самцы и самки сильно отличаются друг от друга. У самцов есть мощная грива, волосы на шее и спине. У самок, ее нет. Пищи прайды обеспечивают, главным образом, львицы. Они проворнее и быстрее, чем самцы. Носорог Одни из самых древних животных на нашей планете, это носороги. Эти крупные травоядные животные, по своим размерам, уступают лишь слонам. Их главным отличием, является крупный рог. Носороги плохо видят, но у них очень хороший слух, а еще лучше обоняние. Они по запаху, находят знакомую дорогу к озеру, или к тому месту, где растет вкусная трава. Носороги, любят залезать в воду или болото, а то и поваляться в грязи. Так звери, спасаются от жары. На спине этого зверя, можно увидеть сидящих птиц. Носорог их не обижает. Ведь эти птицы, его друзья. Они очищают шкуру носорогов от клещей, и других насекомых. Тигр 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 – самая крупная кошка, и обладает при этом, наибольшей силой среди всех кошачьих. Ударом лапы, он может свалить с ног даже крупное животное. Кошки умеют мурлыкать. Мурлычет и тигр, когда он сыт и спокоен. Но если что-то не по нему, глухо рычит, и издает угрожающие звуки. Его движения плавные, ловкие, быстрые. Он умеет двигаться бесшумно и аккуратно. Как у истинного хищника, у него тонкий слух, отличное зрение. Он ловко прыгает, лазает по скалам, и даже плавает. Полоски нужны тигру для маскировки. Так его меньше заметно во время охоты, среди деревьев и кустов. Бегемот Бегемот – весьма крупное животное Африки. По размерам, он занимает третье место после слона и носорога. У бегемота короткие ноги, толстое тело и огромная пасть. Бегемот почти все время проводит в воде. Причем на поверхность бегемот выставляет только кончик носа, глаза и уши. Врагов у бегемотов практически нет. Даже крокодилы не решаются на них нападать, потому что не могут прокусить толстую шкуру бегемота. Иногда бегемоты выходят на сушу, чтобы найти себе пропитание. Ведь трава, по их мнению, намного вкуснее, чем водные растения. Фламинго Фламинго – это крупная птица с красивыми розовыми перьями, известная также своими длинными ногами и немного кривым длинным клювом. Фламинго использует свой большой клюв для фильтрации еды из воды. Пища фламинго состоит из небольших ракообразных личинок насекомых и водорослей. Удивительная розовая окраска фламинго зависит от их пищи. Они питаются водорослями, в которых содержатся особые химические вещества. Если фламинго, живущие в зоопарке, не будут получать нужный корм, то они станут белыми. Зебра Зебра – копытное животное, так как у неё на ногах имеется копыта. Это животное похоже на лошадь, только грива у неё густая и короткая, а шкура с полосатым рисунком. Хвост – заканчивается кисточкой из волос. Зебры часто гуляют вместе с антилопами, страусами и даже жирафами. Такой большой компанией легче спасаться от врагов. Маленькие жеребята запоминают свою маму по полоскам и поэтому не теряются. Оказывается, каждая зебра имеет свой рисунок полосок, который не повторяется. Взрослые зебры питаются растительной пищей, травой, молодыми веточками, корой деревьев и листьями растений. Так как эта еда не слишком питательна, для того чтобы насытиться, зебре приходится есть почти целый день. Крокодил Крокодил – одно из самых древних и удивительных животных. Он почти не изменился со времён динозавров. Большую часть суток крокодилы проводят в воде. На прибрежные отмели они выходят утром и ближе к вечеру, чтобы принять солнечные ванны. Питаются крокодилы животной пищей. Свою добычу они подкарауливают в прибрежных зарослях. Или затаившись на мелководье, у берегов рек и озёр, куда дикие животные приходят на водопой. Глаза крокодила находятся на верхней части головы, так что животное может выглядывать из воды, выставляя наружу только глаза и ноздри. Таким образом он до последнего может оставаться незамеченным для потенциальной добычи. Антилопа Антилопы – травоядные животные, которые в поисках пищи находятся в постоянном движении. Одни антилопы живут в засушливой пустыне. Иные обитают среди кустов и деревьев. У антилоп существует своя особенность – это их рога. Они самой разнообразной формы и растут на протяжении всей жизни. Питаются они травой и листьями, которые срывают с кустарников и нижних веток деревьев. Любят ягоды. Незаметно подкрасться к одной антилопе – очень трудная задача. Эти животные почти никогда не остаются одни. Они живут в своеобразных семьях – табунах, что позволяет наблюдать практически за всей местностью на ближайшей территории. Если одна усыпь из стада заметит хищника, то она тут же оповестит всех остальных специальным сигналом. Леопард Это всеми узнаваемая хищная кошка, отличающаяся пятнистым окрасом. У леопарда прекрасное зрение и отличный слух. Он легко и быстро забирается на деревья и частенько устраивается там на отдых. И может сверху, из-за сады, броситься на добычу. Но чаще он охотится на земле по ночам. У каждого леопарда есть своя охотничья территория. Другому зверю туда лучше не заходить. Непрошенного гостя ждет жестокая трепка. Леопарды предпочитают жить поодиночке. Страус Страус – самая крупная птица в мире. Несмотря на то, что у них есть крылья, они не умеют летать, но очень быстро бегают. Ростом страус выше людей. У него длинные худые ноги, большое тело с маленькими крыльями, длинная шея и опасный длинный клюв. Страусы предпочитают держаться многочисленными группами, в состав которых входят взрослые птицы, а также малыши. Про этих нелетающих птиц часто рассказывают, будто в случае опасности они прячут голову в песок. На самом деле, никто никогда этого не видел. От опасности, страус чаще всего спасается бегством. А еще, он умеет больно пинаться. Ноги у страуса настолько сильные, что птица может дать отпор даже гепарду. Жираф Жираф Жираф, животное, которое живет в Африке, считается самым высоким на всей планете. В высоту, жирафы вырастают на 5-6 метров. Это примерно высота двухэтажного дома. Несмотря на свои тонкие, и, казалось бы, хрупкие ноги, он очень быстро бегает и высоко прыгает. Благодаря своему огромному росту и отличному зрению, эти животные могут издалека заметить опасность. Поэтому зебры, страусы, антилопы, любят держаться поближе к таким наблюдательным вышкам. Чтобы попить, жирафу приходится широко расставлять передние ноги и наклонять голову к воде. Это не очень удобно. Зато своим длинным темно-фиолетовым языком, он легко срывает с деревьев вкусные листики, даже те, которые растут на самых верхушках. Гепард Гепарды – это поистине уникальные животные, которые относятся к семейству кошачьих. Повадки этого животного напоминают повадки кошки, причем большого размера. Гепарды – идеальные бегуны на короткие дистанции. У них длинные ноги и стройное вытянутое тело, что делает их похожими на гончих псов. А заодно и чемпионами по бегу среди животных. Они не рычат, как львы и леопарды, а мяукают, совсем как домашние любимцы. У гепарда красивый пятнистый окрас, помогающий этому хищнику маскироваться в траве. Детеныши рождаются слепыми, в теплой меховой шубке. Котята быстро растут. Они играют, прыгают, устраивают веселые потасовки. Буйвол Буйволы – травоядные животные, которые отчасти напоминают коров. Они отличаются мощным телосложением и наличием больших рогов. Дикие буйволы всегда обитают там, где есть вода, река, озеро или на худой конец – болото. Они охотно поедают растения, растущие по берегам водоема или в самой воде. Африканские буйволы считаются стадными животными, им присуще образовывать крепкие, сплоченные группы. Численность группы зависит от местности, на которой обитают животные. Хамелеон Хамелеон – это довольно необычная ящерица, живущая на Земле. Хамелеон умеет смотреть в разные стороны. Например, он одновременно может видеть то, что происходит впереди, и то, что сзади. Лапы Хамелеона похожи на небольшие щипцы. Ими чрезвычайно удобно хвататься за ветви. Благодаря длинным острым когтям, он легко лазает по деревьям. Эта удивительная ящерица может изменить свой цвет и слиться с окружающими его предметами. Отличная маскировка, чтобы скрыться от врагов или засесть в засаде. Язык Хамелеона очень сильный и длинный, поэтому он способен быстро хватать им добычу, даже на большом расстоянии от себя. Гиена Гиены – хищные млекопитающие, ведущие преимущественно ночной образ жизни. По внешнему виду, они больше напоминают собак. Передние лапы длиннее задних и кривые, поэтому она выглядит такой сгорбленной. Все тело покрыто пятнами неправильной формы. У гиены настолько сильные и мощные челюсти с крупными зубами, что они способны с лёгкостью раздробить на мелкие кусочки даже самые крупные кости, пойманные ею жертвы. Обезьяна Животное обезьяна является самым близким родственником для человека, и именно поэтому вызывает столь большой интерес к себе. Обезьянки, как и люди, общаются между собой. Общение обезьян происходит с помощью мимики и звуков. Обезьяны являются всеядными млекопитающими. Основной их рацион зависит от среды обитания. Обезьяны, живущие на дереве, едят листву, орехи, ягоды. Проще говоря, всё, что можно там найти. Наземные виды имеют больший выбор пищи. Например, корешки деревьев, травы, молодые побеги кустарников и деревьев. Самки обезьян очень трепетно относятся к своим деткам, и редко оставляют их до тех пор, пока детёныш не будет готов к самостоятельному существованию. Бородавочник Африканский бородавочник – один из видов диких свиней, близкий родственник кабана. Из всех своих сородичей, дикая свинья обладает самой непривлекательной внешностью. Он похож на кабана, с очень большой, приплюснутой головой. На морде имеется шесть наростов, напоминающих бородавки, в честь которых он и получил своё название. Когда животные пасутся, они поджимают передние конечности, чтобы опустить голову до кончиков короткой травы, опираясь при этом на мозолистые колени. Животные фермы Корова Корова – очень полезные для человека животные. Мясо, молоко, сметана, масло – всё это даёт нам корова. У коровы есть рога, при помощи которых она защищается, почувствовав опасность. У коровы также есть вымя, из которого выцеживают молоко. Молоко очень полезно для здоровья, в нём содержится много витаминов. Коровы общаются друг с другом при помощи мычания. Они безошибочно находят дорогу домой. Летом коровы питаются сочной травой, а зимой – сеном. Коза Коза – травоядное животное. Она питается травой, ветками деревьев и кустов. Это ловкие и проказливые животные. Чтобы добраться до зелёной листвы, они взбираются на раскидистые деревья и каменные ограды. У козы есть маленькие рожки и крохотные аккуратные копытца. Козы живут в маленьких загончиках вместе со своими детьми – козлятами. Человек ухаживает за козами, убирает их жилища и кормит. Коза даёт человеку не только вкусное и полезное молоко, но и мягкую, тёплую шерсть. Свинья У неё розовая спинка, но с пятачком, а хвост – плечком. А также толстые туловища и короткие ноги. Свиньи едят практически всё – фрукты, ягоды, жёлуди, остатки пищи. Свинья любит валяться в грязи, но она вовсе не грязнуля, так она охлаждается жарким летним днём, и очищает свою кожу от насекомых. Курица Курица – полезная домашняя птица. У неё есть клюв и крылья, но она почти не летает. Куры клюют зерно, мелкую траву, выкапывают из земли червяков и насекомых. Куры живут в курятнике, в тёплом сарае с насестом и гнёздами. На насесте они отдыхают, а в гнёзда откладывают яйца. Из яиц, которые высиживает курица, вылупляются в жёлтые пушистые птенцы – маленькие цыплята. Петух Петух – голосистый папа куриного семейства. Каждое утро он громко кукарекает, сообщая всем о начале нового дня. В давние времена, когда ещё не было будильников, люди просыпались с криками петухов и принимались за работу. Лошадь Лошадь – очень красивое и грациозное животное. У неё длинные, стройные ноги, приспособленные для быстрого бега. Длинные, украшенные гривой шеи. Копыта – это твёрдые пальцы лошади наподобие ногтей. Копыта очень чувствительны и люди, заботясь о лошадях, защищают их подковами. Лошади – наши друзья и помощники. Они очень сильны, умны и трудолюбивы. Лошадь служит для перевозки людей и грузов, помогает в сельскохозяйственных работах. Лошадь Пони У них пышные гривые хвосты, густая шерсть. Эти маленькие лошадки широко используются для катания детей верхом. Утка Утка – это водоплавающая птица. На лапах у неё есть перепонки, которые помогают утке плавать, но мешают ходить. Поэтому на сушу у утки такая неуклюжая походка. Эти выносливые и неприхотливые птицы с ранней весны и до поздней осени плавают в прудах и речках, гуляют на зелёных лужайках и сами находят себе пищу – свежую сочную траву, мелких насекомых, жучков и их личинок, кузнечиков. Овца Овцы хорошо переносят и жару, и холод, поэтому почти круглый год их держат на лугах. Овцы не любят одиночество и пасутся всегда в компании. Овечку легко узнать на ферме по кудряшкам на её шубке. На овце шерсть растёт точно так же, как у тебя на голове растут волосы. Точно так же шерсть защищает овцу от холода. Из шерсти овцы шьют одежду и мягкие тёплые одеяла. Верблюд Верблюда живут в самых засушливых местах земного шара – пустынях. На спинах у них жировые отложения – горбы, благодаря которым верблюд может много дней прожить без пищи и воды. Верблюды питаются пустынными растениями – верблюжьей колючкой, кактусами, молодой или сухой травой, в зависимости от времени года. Альпака 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 внешне напоминает верблюда, хотя и лишена горбов. Альпак разводят ради их мягкой шерсти, которая значительно нежнее и теплее овечьей. Альпаки неприхотливы и выносливы, менее требовательны к пище, чем привычные овцы. В неволе их кормят летом травой и листьями, а зимой – сеном, овощами, хлебом и овсянкой. Индюк Индейка – самая крупная из домашних птиц. У папы индюка оперение яркое, пышное, состоящее из больших перьев. Хвост похож на раскрытый веер. Есть у него и борода с розовыми наростами. А вот мама индейка выглядит скромно. Ей нельзя привлекать к себе внимание, ведь она высиживает яйца и заботится о птенцах. Гусь Гусь – домашняя водоплавающая птица. Шея у них не длинная. На крепких оранжевых лапках есть перепонки для плавания. По краям сильного клюва у гусей имеются мелкие и острые зубчики, при помощи которых они щиплют траву. Гуси отлично себя чувствуют и на суше, и в воде. Летом гуси пасутся на воле, на заливных лугах, на зеленых полянах. Они щиплют травку, едят паучков, личинок, лакомятся вкусными червяками. Гусь дает человеку мясо, яйца, пух и перо. Ослик Ослик – самый близкий родственник лошади. Говорят, что осел упрямый, ни за что не сдвинется с места, если не захочет. На самом деле, он просто умный. Если ослик считает, что работа вредит его здоровью, он откажется работать, пока не отдохнет. Домашние ослики помогают человеку перевозить грузы с давних времен. Собака Собака является древнейшим из всех домашних животных. Собаки умны и могут понимать хозяина без слов. Многим достаточно только жеста, чтобы сообразить, что от них требуется. Собака – верный сторож фермы. Своего хозяина она узнает по запаху, а если почует незнакомца, тут же залает. За хорошую службу собаку обязательно награждают вкусной косточкой. Пастушьи породы собак с древних времен помогали человеку пасти стадо кос и овец, а в случае появления хищника вставали на их защиту. Кошка Кошка – одно из первых животных, прирученных человеком. У кошки прекрасное зрение. Она хорошо видит даже в темноте, имеет острый слух и отличный нюх. Кошка – умелый охотник. На ферме она ловит мышей. Кошка передвигается и подкрадывается абсолютно бесшумно, благодаря мягким подушечкам на лапах. В этих подушечках скрываются острые коготки, которые кошка может выпускать и царапаться ими, если ее разозлить. Кошки очень любят чистоту. Они часто умываются. Живет она в доме человека. И все ее очень любят. Кролик У кролика мягкая шубка, длинные ушки и пушистый маленький хвостик. Задние лапы этого животного очень сильные. Ими он отталкивается, когда прыгает. У мамы крольчихи рождается много детишек. За всеми нужен глаз да глаз. У кроликов мягкий и нежный мех, из которого шьют теплые варежки, шапки. Пчелы. Пчелы живут огромными семьями. Для них строят большие улья. Внутри своих домов, пчелы создают специальные постройки из воска, соты. В них хранятся большие запасы корма, меда. Несмотря на то, что пчела такая маленькая, у нее хватает сил трудиться без остановки целый день. Страус. У страуса длинная шея, небольшие крылья, маленькая голова и красивые глаза с пушистыми ресницами. Это очень сильная птица. Страусиные яйца просто огромные. Размером почти с футбольный мяч. Буйвол. Буйвол – это мощные и сильные животные с большими рогами. Человек приручил о домашних этих грозных животных очень давно. Современный буйвол – это обычный домашний скот во многих южных странах. На них ездят, перевозят разнообразные грузы. Они прекрасные помощники в сельскохозяйственных работах. Северный олень. Северный олень – житель севера, где очень холодно. Ему не страшны ни сильные морозы, ни глубокие снега. Северный олень известен своими прекрасными рогами. У него они больше, чем у оленей других видов. Раз в год олень сбрасывает свои рога, и на их месте вырастают новые. Домашних оленей часто используют в качестве ездового транспорта. В этом видео мы будем знакомиться с домашними питомцами. Приятного просмотра! Собака Собака – помощник и друг человека. Это умное и общительное животное, хорошо поддающееся дрессировке. Служебные собаки охраняют границы, помогают задерживать преступников и спасать людей. Охотничьи собаки, вместе с человеком, участвуют в охоте на дикого зверя. Декоративные собаки – просто хорошие друзья, они дарят хозяину свою любовь. Эти животные являются очень верными и преданными. К тому же собака считается охранником и защитником своих хозяев. Ни один незнакомец не сможет попасть в дом, потому что собака в тот же момент отпугнет злоумышленника и выпроводит его за дверь. Кошка Кошки – одни из самых популярных домашних любимцев. Они немного себе на уме, но обычно любят ласку и готовы провести много времени на коленях хозяина. Для хорошей жизни кошкам не надо много – корм, лоток, место для отдыха, пара игрушек и, конечно, общение. Большинство их пород довольно ленивые. Они вечно лежат на полу, отдыхают и мурлычат. Однако существуют и активные породы кошек. Некоторые из них постоянно носятся по дому и ни секунды не сидят на месте. Морская свинка Декоративные морские свинки – дружелюбные животные. Они быстро привыкают к своему владельцу и приручаются. Они очень милы и любят контактировать со своими хозяевами и другими морскими свинками. Они совершенно не кусаются, обладают робким характером и не выносят одиночества. Уход за питомцем не представляет особого труда, а невероятное обаяние и дружелюбность зверька не позволят его владельцам остаться равнодушными. Основной едой морских свинок можно назвать сено и зерновые. Рацион можно дополнять сочными фруктами и овощами, молодыми побегами фруктовых деревьев и свежей зеленой травой. Хорек Хорек Хорьки – это чрезвычайно активные, жутко любознательные и в высшей степени проворные зверьки. При этом, они весьма милы на вид и обладают пушистой шубкой, которая очень приятна на ощупь. Внешне хорьки выглядят очень красиво. Они настолько милые, что вызывают положительные эмоции у всех, кто их видит. Хорьки Стоит только выпустить хорька из клетки, как он тут же начнет носиться по всему дому, изучая каждый уголок и щелочку. Поэтому, их не стоит оставлять вне клетки без присмотра. Плюсом хорьков является то, что они охотно идут на руки к людям и практически не кусаются. ЧЕРЕПАХА Главной отличительной чертой черепахи является наличие панциря. Панцирь необходим для защиты от хищников и природных условий, таких как, например, палящее солнце. В основном они питаются растительной пищей, но среди них встречаются и хищники, которым нужна сырая рыба или насекомые. Если с черепахой говорить ласково, она вытягивает шею и слушает, если ругать, прячется в панцирь. Очень интересное и загадочное животное. Кролик Кролик является небольшим, но очень пушистым зверьком. Они демонстрируют миролюбивый и спокойный характер. У кролика длинные уши. Когда кролик прислушивается, то поднимает их вверх. При испуге кролик прижимает ушки. Длинные уши ему нужны для того, чтобы слышать хищника, даже когда тот находится далеко. Задние лапы у кролика намного сильнее, чем передние, чтобы лучше прыгать. Питаются кролики различной травой, а также некоторыми полезными овощами, которые требуются им для здоровья. Шиншилла 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 выглядит очень мило и забавно. Зверек имеет крупную голову, короткую шею и круглое тело. У нее большие уши, длинные усы и короткий хвост. Мех шиншилла очень быстро загрязняется, поэтому зверьку необходимы частые гигиенические процедуры. Но купается шиншилла не в воде, а в специальном песке. Они очень чистоплотные, и от них практически не исходит неприятного запаха. Мех у них густой и шелковистый. Благодаря этому, шиншилл, наверное, приятнее всех брать на руки, гладить. Попугай Попугайчики Попугайчики — это одни из самых популярных домашних животных. Существует множество различных видов домашних попугаев самых разных расцветок. От простого серого цвета до раскрашенных во все цвета радуги. Попугайчики — очень активные домашние питомцы. Они могут быть весьма шумными, издавая в течение нескольких минут пронзительные клики, пока на них не обратят внимание. Попугай — очень веселое, умное и простое в уходе существо, которое к тому же не требует особых затрат на корм. Многие попугаи хорошо запоминают и копируют звуки, поэтому их можно научить говорить. С таким питомцем не соскучишься. Ящерица Ящерица становятся идеальными домашними любимцами для людей, у которых нет возможности уделять много внимания своим питомцам. Домашние ящерицы не приносят хлопот, с ними не нужно тратить время на прогулки, они не нуждаются в специальном воспитании, играх. Также ящерицы никогда не нанесут вред вашему дому, не испортят мебель, потому как у них есть свое, специально оборудованное место обитания. Они любят гриться на камнях или корягах, и могут надолго замирать. Питаются они сушеными или живыми насекомыми, но некоторые виды предпочитают фрукты. Аквариумные рыбки Аквариумные рыбки – это замечательные домашние любимцы. Они разнообразны по форме тела и его окраске, природа одарила их разными цветами. Вода в аквариуме всегда должна быть чистой и наполненной кислородом. Для этого используется специальное устройство, которое поставляет в воду кислород. Все аквариумные рыбки хорошо едят сухой корм, дафни и циклопов. Это очень маленькие рачки, которых специально ловят, а затем высушивают. Корм из них выглядит как порошок. Наличие аквариума в доме не только украшает интерьер, но и еще благоприятно влияет на здоровье всей семьи. Наблюдая за плавающими рыбками, организм отдыхает, расслабляется и успокаивается. Декоративная крыса Крысы Крысы – это в высшей степени общительные и умные животные, которые нуждаются в минимальном уходе. Крысам очень нравится играть, для этого им даже не нужно покупать специализированные игрушки. Вы можете дать крысе веревку, мячик, колокольчик, и она будет играть с ним целый час. Кроме дружелюбия, ума и общительности, они демонстрируют большую привязанность к своим хозяевам. Мини-пик Этих поросят называют также карликовыми или мини-пиги. Они отличаются высоким интеллектом, легко подаются дрессировке и приучаются к туалету, не обладают специфическим запахом. Декоративные свинки дружелюбны и общительны. Они легко привязываются к хозяину, любят побегать и пошалить, как дети. Кормить мини-пига следует как ребенка. Свежей и здоровой пищей, избегая попадания в рацион животных жиров, острых, соленых продуктов, жареных или печеных блюд. Улитка 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 – это уникальное живое существо, которое защищено раковиной и может проживать не только в дикой природе, но и в домашних условиях. Виды домашних улиток достаточно разнообразны, чрезмерного ухода не требуют, легко содержатся в домашних условиях. Бесшумные создания не сорят, не кусаются и это далеко не полный список преимуществ домашних улиток. Улитки охотины могут вырастать до размера ладони и не требуют сложного ухода. Они очень прожорливы и могут есть все что угодно, от очисток овощей, до яичной скорлупы. Едят они в основном ночью и на удивление громко хрустят, так что не рекомендуется поселять их в спальне. Хомяк Хомячки крайне популярны как домашние питомцы, из-за своего милого внешнего вида, пушистого меха и относительно малых расходов на содержание. Хомячки ведут преимущественно ночной образ жизни, большую часть дня пребывая в спячке. Они обычно легко позволяют брать себя на руки. Им необходимы такие приспособления в клетке, как туннели, переходы и колесо для поддержания здоровья. Хомяки умеют набивать пищей щеки. Они для зверьков как кармашки для сбора, недолгого хранения и перемещения еды в защищенное место. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok